А можно узнать, какие вопросы будут? Так поговорим просто. Просто, чтобы меня обменяли от ФСБ, я боюсь, чтобы у меня не были неприятностей большие. Ты ФСБ боишься? Ну, в плену. В плену находиться тебе не страшно? Страшно, страшно. Страшно в плену? А что тебе страшно? Ну, я не знаю, не приведу нас вот это подпишет. Какая неопределенно? Ну, я понял вас, я хорошо. Да не, 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 давайте пообщаемся разу. Почему? Давайте пообщаемся. Не, если не хочешь, там желающих, насколько я понимаю, до суда. А если я откажусь мне, ну, последствий не будет, до суда, что я откажусь. Я не поменяю, скорее всего, потому что тебя никто не поменяет, потому что... А как узнать, что ты живой? Я понял, давайте тогда, чтобы узнали, тогда пообщаемся. Не, ну, давай подумаем логически. Как узнать, что ты живой? Ну, если ваша сторона не сообщит... Не сообщит. Тогда других вариантов нет. Потому что вы штрубы не убираете свои? Или убирали свои трубы? Я не знаю, только неделю был в расположении, там, наверное, не убирают, когда там... Поэтому ты числяешься как пятисотый. Это бизнес пропавший пятисотый, да? Да. Или, ну, покинувший позиции. Хорошо, давайте тогда пообщаемся. Не, мне это не надо. Не, я понял, давайте пообщаемся. Мне просто интересно, ты боишься возвращения к себе туда? Ты украинец или ты русский? У меня двойного гражданства, я украинец, но я получил в январе паспорт Российской Федерации. Зачем? Ну, там, кто получает, там можно было официальную работу найти. Как бы там, можно было бы выехать там куда-то в другой город. А что, без паспорта нельзя? Ну, вроде бы нет, сказали, что работа официальная только с паспортом. Книжка прикольная? А я еще не смотрел. Такое соседство нужно украинуться. Прикольно? Ну, не знаю, как вам сказать. Как есть. Выпускывается в сердце его кожного. Ну, украинцам, конечно, неприятно, что происходит. Это поэтому... А тебе приятно? Мне тоже это неприятно, война. Полистай ее. Прикольно, да? Да. Да. Представьтесь, пожалуйста, мне 48 лет. Я из города Мариуполя. Дата рождения ваша? Дата рождения ваша? 13 февраля 1975 год. Вы даете добровольное согласие на записи публикации данной беседы? Да, я даю добровольное согласие. Зачем? Ну, я хочу, чтобы меня увидели, услышали мои родные, то, что я живой. А вы не хотите рассказать правду? Хочу. Чтобы люди знали, что происходит на самом деле? Хочу. Зачем? Ну, я хотел бы рассказать там свою историю, как все произошло. Давайте расскажите свою историю. Здесь будет вставка. Дорогие друзья, я рад вам поведомить про то, что до нашей программы «Обминный фонд» снова долучилась компания «САП». Компания «САП» – это украинский производитель электронных цигарок премиум-сегментов. Наша программа «Обминный фонд» продолжает работать. И мы продолжаем донатить нашим бойцам, для того, чтобы они брали в полон расистов, для того, чтобы повертать домой наших людей. Компания «САП» в черговый раз задонатила на нашу программу «Обминный фонд» 1500 долларов. Поддержимаем наших. Обирайте «САП». Какая правда? Расскажите свою правду. Я не буду задавать вопросы, никакие наводящие. Можете рассказать? А потом уже будем там, может, в детали пойдем какие-то. Хорошо. Когда началась активная фаза войны… Давайте чуть-чуть раньше расскажите о себе. Кем вы были, где работали, семья? Хорошо. Я родился в городе Мариуполь и все время жил там и работал. Семьи у меня нет, но я был неофициально женат в гражданском браке. Потом мы года два назад разошлись. В последнее время я не женатый. Большую часть времени я работал по строительству. По строительству. Вы были в городе, когда в 2014 году обстреляли его градами? Да, я был в городе, когда обстреляли, это был обстрелян микрорайон Восточный. Кто обстрелял? Ну, стрельба велась со стороны Новоазовска, территория ДНР. Сколько тогда было убитых? Я точную цифру не помню, но там были убиты и были ранены. Что эти люди сделали плохого? За что им прилетело? Это были мирные люди. Они ничего никому плохого не сделали, они просто жили и работали. Жили и работали. Хорошо, давайте перейдем к... Что вообще в Мариуполе 2014 года? Какие настроения были? В Мариуполе были разные настроения. Я понимаю, поэтому расскажите про разные настроения. Да, были люди, которым не нравилось то, что произошло. То, что... Донецк там, Луганск там отделился, стал ДНРом, ДНРом. Были люди, которые это поддерживали, которые были люди, которым политика была как бы все равно. Люди между собой общались и жили. Потому что было даже в одной семье, бывало, что были разногласия. Вы были на чьей стороне? Я политикой не интересовался. Вам пофиг? Ну... Как? Нет... Я просто работал, жил. Я... Ну... Не вел какой-то активный образ жизни в политическом плане, так сказать. Хорошо. Спрошу по-другому. Вам все равно, кто пришел к власти или как пришли? Отделения какие-то там... Вход Рашки, в Крым, в Донецк, в Луганск. Мне не нравилось то, что произошло, то, что началась война, то, что гибли люди. Мне это не нравилось. Не нравилось. Короче, я для себя хочу просто понять. Вы украинец или вы, используя слово прилагательное, русский? Я... Я не про наличие бумажек. Я понял. У вас... Меня поймите правильно, я гражданин Украины. Но у меня родители, мама и папа с России, они в свое время приехали в Мариуполь, там, где я родился. И у меня много родственников, которые живут на территории России. И я, ну, я как бы не делил людей. Сколько вам лет сейчас? Мне 48 лет. 48 лет? Да, 49 лет. Вы родились в Мариуполе? Да. Какие у вас родственники в России? Прямые? Прямых нет, там двоюродные братья. Поэтому это все херня, все, что вы мне рассказываете? У меня тоже есть родственники, к сожалению. Там братья какие-то троюродные. В рашке. Не отвечают мне. Почему? Ну, озлобленные, наверное. На кого? Ну, я не знаю. Они озлобленные? Ну, вы, наверное, озлобленные, поэтому... Конечно, я бы купил всех. Вы с ними не хочете общаться, поэтому... Я бы пообщался, но только они не общаются. Я понял. Родственники, я знаю, вы смотрите это видео. Телефончик у меня не поменялся. Напишите. Пообщаемся. Братья там всякие. Пермь. Да все нормально, я бы купил просто, да и все. Или я не имею морального права этого делать? Я думаю, имеете морального права. Почему я имею такое право? Ну, потому что на территорию Украины пришла война. Кто ее принес? Русские. Русские. Прилагательное вот это русские. Небольшое было лирическое отступление. После вчерашнего новости смотрели? Нет, новости я не посмотрел. У вас телевизор висит, я это знаю. Ну да, у нас... Что в Чернигове вчера было? Эти канал Фридом. А, ну я новости слышал, да, о том, что были в Чернигове обстрелы. Прилетела нахрен ракета. 145 уже пострадавших. Мирных людей, которые шли на медовый спас с корзинками, с яблочками. Шестилетний ребенок был убит. Прилагательным вот этим. Русский. Смотрели? Да, я эти новости слышал. Я знаю, что вы смотрели. Я просто сразу не понял, что... Расскажите мне про драмтеатр в Мариуполе. Ну, драмтеатр был разрушен. Там и находились люди, и погибли люди в драмтеатре. Сколько там людей погибло? Ну, я тоже количество, не знаю, там, наверное, несколько сотен. Несколько сотен, да. А кто эти люди были по возрасту? Ну, насколько я знаю, там были мариупольцы. Там подробностей я не могу сказать, ну, потому что не знаю, но, наверное, там были разные возрасты. Дети большинство там было. Вы это знаете. Это была точка эвакуации, куда его спрятались дети. И что туда прилетело? Ну, я жил в другом районе. Ну, потом я видел, когда уже все закончилось, можно было ходить по городу. Я видел, что он там, ну, сложился, драмтеатр. От чего складываются такие здания? В Чернигеве тоже драмтеатр. Ну, я думаю, от авиабомбы. Авиабомбы. Кто ее скинул? Ну, я думаю, что это самолеты российские. Конечно. Тут вариантов других быть не может. Потому что авиация какая там летала? Российская. Российская. Неделю я не брал интервью, не записывал. Вован подстраховал, потому что я поломался. Надо было, да. Давайте. Теперь к насущнему. 24 февраля. Что происходит? Как происходит? Прошлого года. Где вы были в тот момент? Чем вы занимались? 24 февраля. Я был дома. Я вышел, пошел в город. Хотел купить продукты. Ну, я увидел ажиотаж. Люди, многие тоже пошли по магазинам. Были большие очереди. Начали скупляться. Запасаться продуктами. Снимать деньги с банкомата. И на улице я узнал, что произошло вторжение. В отличие от Рашиков, он называет все своими именами. Это СВО или Война? Как? Это СВО или Война? Ну, по сути, это Война. Он называется все своими именами. Произошло вторжение. Да, и что было дальше? Дальше люди несколько дней скупляли продукты, чтобы запастись. Потом, через несколько дней, в конце февраля, где-то начало марта, к Мариуполю подошла российская армия. И началась осада Мариуполя. Город окружили со всех сторон? Ну, не сразу. Сначала западные районы, восточные районы. Западные, восточные. Ну, вот так вот. Когда кольцо замкнулось? Ну, там на окраине города, там шли несколько недель боев. Я находился там в частном секторе, у меня дом находился. Поэтому я просто слышал по обстрелам, по взрывам. С какой стороны Мариуполя у вас частный дом? С востока, с запада? У меня, получается, на северо-восточную часть. Ну, не совсем. Да, где-то северо-восточную часть города, наверное. Там, ну, от меня, там, от моего поселка, там, дальше, поле, речка, и там находился комбинат «Азасталь». Совсем рядом? Ну, несколько километров. Покажите, где у вас. Ой, шов я сейчас потихонечку подвину. Вот здесь вот, над речкой, золотая засталь. А вот, где-то вот, сейчас вот, так, Макармаза и улица. А вот. Вот, вот здесь, где вот этот биологический массив, вот, вот. В этом Ильичевский район. Я просто хочу... А, ну, это, по сути, центральная часть. Ну, это не совсем центральная, это немножко. Восточнее от центра, в сторону... Частный сектор расположен. Короче, это направление Донецка. То есть, вот, если взять Мариуполь... Ну, можно сказать... Вот, если взять Мариуполь, то это вот так вот. Тут Донецк, то есть, Донецкое направление. Да, ну, вот, если взять Мариуполь, то Донецк, но, ну, немножко, чуть-чуть, вососие получится. Да, 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 хорошо. Когда был город взят полностью в кольцо? Полностью в кольцо, ну, я, опять же, не могу сказать, потому что я, ну, никуда со своего поселка, со своего двора не выходил. Ну, ну, я не знаю, я думаю, что там, наверное, может быть, там пару недель прошло. Пару недель? Я так предположительно. Город бомбили? Да, город бомбили. Слышны были артиллерийское орудие, галбицы. И потом уже, когда все это закончилось, Мариуполь, я имею в виду, когда можно было ходить, там, я видел в городе, дома, которые были сложены от авиабомб, скорее всего. Это когда было уже? Ну, это уже было в мае, было, апрель был. Это уже после того, как азовцы сдались? Ну, даже еще немножко, чуть раньше было, потому что азовцы еще долго, какое-то время держались, заводя за сталь. Ну, уже по городу можно было перемещаться, уже бои в городе уже не шли. Уже были русские везде? Да. Почему вы не стали на защиту города? Нет. Вообще не хотел бы это оружие, я не знаю почему так. То есть, когда соседи убивают, это нормально? Нет, это, конечно, ненормально. Ваш дом обыскивали? Да, обыскивали. Сколько раз? Два или три раза. Русские пришли, да? Да, это называется зачистку делать. Зачистку делать. Приятно было? Нет, неприятно. Что у вас забрали? Нет, у меня ничего не забрали, просто проверяли документы, смотрели в комнате. Ну, в доме есть кто там посторонний, нету. Много людей эвакуировалось? В какой момент? Ну, на вашей улице много жителей осталось? Ну, наверное, именно на моей улице половина, большинство, наверное, все-таки осталось. Что они вам говорили? Что вообще между собой вы разговаривали? Ну, мы просто разговаривали когда-то, там, ну, там, все это закончится. Друг другу помогали, делились продуктами. А что, продуктов не хватало? Ну, потом, у кого было меньше продуктов, у кого там раньше начали заканчиваться. А что, оккупанты не выдавали еды? Ну, потом уже начали давать гуманитарную помощь, давали раз в месяц, сухпоёк, так сказать, ну, продуктовый набор. Раз в месяц? Ну, да, раз в месяц составились списки. И что вам выдавали на месяц? Там были крупы, несколько килограмм, чай, сахар, были консервные, рыбные, мясные. Ну, и кроме этого, давали бытовую химию, это, там, мыло. Покажите размер этого пакета. Ну, коробка, где-то бумажная коробка, примерно вот такая вот. Вы голодали? Ну, её, её не хватало. Этого недостаточно? Этого недостаточно, да. Её хватало, может быть, недели на полторы. Совершенно верно, я просто, ну, а почему они вас голодом морили? Это же спасители-освободители. Ну, может, чтобы хватило на всех, но там потом работы не было, началось. Давайте пока не забегать. Где вы были, когда происходила осада уже конкретно Азов-Стали? И когда его, это, по сути, я так понимаю, тупо рядом около вас. Вы там это всё видели? Да, это Азов-Сталь находился там несколько километров. Ну, это рядом. Я думаю, там бахало-бухало круглосуточно. Всё время я находился, ну, в доме, там, ну, дальше своего двора никуда не ходил. Ну, только по поводу ходил, там была недалеко Креничка. Магазины не было света, не было? Не, света не было почти сразу, не было света, не было света, не было воды. Кошки готовили во дворах, на кострах. Газа тоже не было? Газа тоже не было. Когда это всё появилось? Это появилось, начало появляться, это не сразу, там, где-то там дали воду, через какое-то время, там кому-то дали свет. Ну, Мариуполь, ну, как бы сравнительно немаленький город, площадь большая. Когда у вас дома появился свет? Вот, ну, у меня свет появился, наверное, где-то летом, может быть, в июле месяце, может быть, в августе, я сейчас точно не помню. То есть не было, грубо говоря, пять месяцев света? Да, где-то так. Связи не было? И не было связи. Ну, потом... Газ когда дали? Газ, у меня частный сектор, газ. Газа у нас не газофицированный поселок, но другим людям газы тоже дали ближе к концу лета, начало осени. Ну, где-то вот так, кому раньше затянули, кому позже. Как вам жилось полгода без света воды? Тяжело очень жилось. Тяжело жилось. Тяжело жилось. Расскажите про... Почему узовцы защищали, а вы не хотели защищать? Сколько они в итоге в осаде пропали? Они... В общем... Вышли с осады только 10 мая. Долго они находились в заводе, их завод обстрелили с пушек. Круглосуточно. Да. Самолеты, бомбы кидали. Я бы в таких условиях не выдержал бы. Они держались очень долго. До 10 мая. Там же были еще мирные. Вы знаете это. В заводе? Да. Ну, там... Какое-то колесо людей, работников ходили, поддерживали там. Ну, в заводе там... Как бы непрерывно производство, там, печи что-то поддерживали. Там какое-то колесо населения там было, находилось. Тебе мне стыдно? Стыдно. За что? Ну, потому что отсиживался дома. Прятался. От снарядов. Что было дальше? Чем вы занимались целое лето? Прошлого года. Так как... Еды, продуктов не хватало. Работы не было. Начали набирать на разбор завалов. Ну... Там руины, растаскать, вот это все. Там дороги чистят, убирать. И я пошел. Там платили 28 или 300 тысяч рублей, уже точно не помню. Вот. Я работал на разбор завалов. Больше на то время работы никакой не было. Там я проработал где-то месяца полтора-два. Потом... Только не выглядело, что с вами не рассчитались. Рассчитались. Заплатили, рассчитались. Начали потихонечку появляться торговые точки. Кое-где открываться магазины, в которых можно было купить продукты. Потом начало появляться больше работы. Приехали российские организации, строительные фирмы. И можно было устроиться. Я пошел работать. Работал... Ставил пластиковые окна. Потом... И бетон. Бетонными работами занимался. Лил. Делал... Кровельные работы по кровле. Ну, работал по строительству. Вот там... Да, да. Да, вот так вот я вот работал по строительству. Ну, зарабатывал... Сколько платили на строительство? На строительстве уже... Там платили больше, чем на разбор завалов. Ну, там везде платили по-разному. Ну, в день там платили кому две тысячи, кому две с половиной. Ну, было платили и по три тысячи. Ну, там... На более таких ответственных работах тяжелых. Русские были на этих работах? Да, там... Которые приезжали? Там были и русские, которые приехали. Вы чем-то от них отличались? Ну, отличались тем, что им больше... 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 У них была выше зарплата. Почему у них была больше зарплата? Ну, им платили командировочные. У них была выше зарплата, чем у нас, у местных. До когда вы так работали? Ну, я вот так вот работал до весны этого года. Сколько населения осталось в Мариупре? Ну, официальной статистики нет. Ну, я слышал, что это... Там сто или двести с чем-то тысяч вроде говорили. А до этого было сколько? До этого было там тысяч 400, наверное, может быть, с лишним. Что произошло весной 23-го года? Весной... То есть, я так понимаю, будучи строителем, мы получали там тысяч 50-60. Да, где-то вот так вот. 50-60 тысяч. Что люди местные говорили? Довольны были все, что пришли русские? Развалили город? Ну, многие были недовольны, потому что город, ну, металлургический. У нас было два металлургических комбината. Был машиностроительный завод. И кто-то, можно сказать, хоть один, но кто-то из семьи там работал. После того, как эти заводы были разрушены, люди остались без работы. Ну, многие ушли и вынуждены были уйти по строительству, хотя, ну, такой специальности не имели. Ну, были те, кто был доволен? Хоть один, ну, вообще, давайте, вот, кстати, реально прикольный вопрос. Довольные были приходом русских среди ваших знакомых друзей? Я не говорю про русских, которые приехали зарабатывать. Я говорю про местное население. Не, ну, так открыто никто об этом не говорил. Ну, я думаю, что были, наверное, и такие были, кто были довольны, довольны. Кто был не кем, а стал кем-то? Ну, наверное. Ну, большинство, давайте так тогда, хорошо. Если взять сто человек, людей, с которыми вы общались, были, сколько в процентном соотношении поддерживало все это? Ну, как-то у нас не принято было так это все говорить, но, я думаю, меньше половины поддерживало, наверное, так. Потому что, ну, многие были озлоблены тем, что потеряли родных, потеряли и разрушенное было жилье, потеряли работу. Поэтому многие были недовольны. Но этих многих больше, чем тех, кто довольны? Я думаю, что да. Конечно, да. Город сравняли с лицом, с землей. По-любому были машины развалены, квартиры, плюс мародерство было, да? Да, было и мародерство, люди, которые оставили свои дома, ходили и мародерили, не без этого. Русские солдаты мародерили? Я знаю ответ на этот вопрос. Ну, я слышал несколько случаев об этом. Расскажите, что вы слышали. Ну, рассказывали про, ну, я их не знаю, просто знакомые рассказывали про своих знакомых. Они там ушли, им то ли надо было ребенка куда-то к врачевоописи, то ли еще там, я не помню, или может гуманитарную помощь там получить. Ну, вот, ну, в этот день, в этом районе была зачистка, была зачистка. Вот, их не было дома, ну, открыли дверь, взломали. Вот, ну, там соседи, естественно, ну, никого в этот момент туда не пускали. Потом они ушли, когда вернулись хозяева, ну, обнаружили там, что некоторые вещи пропали. Телефон пропал там, что-то там, говорили там, денег было у них немного пропало, что-то еще там пропало. Это обычное, по сути, назовем это так, свидетельство. Да, рашики в Мариуполе мародерили и грабили круглосуточно. Он просто боится это говорить, правда? Они тупо выгоняли всех жильцов, заходили и тупо мародерили, забирали все, что нравилось. Отжимали машины, чтобы ездить на них. Я же правду говорю. Ну, были случаи, когда и машины отжимали. Да, а потом, если ты хотел машину, ты должен был что сделать? Вернуть? Выкуп принести. Этих бесед, которые они рассказывают про Мариуполь, про то, что происходит с этим гребаным русским миром, их сотни часов записано у меня. Я их не публикую, потому что пока не разрешаю публиковать. Но он просто в открытую этого не скажет, что русский солдат имеет право делать все, что угодно. Заходить куда хочет, забирать что хочет. Я же правду говорю? Да. Ну, они брали машины и говорили, что это на нужды армии. У них разрешенно сделать все, что угодно. Куда пропадали люди? Какие версии у вас там были? Ну, по моей улице таких случаев не было. Изнасилования были? Ну, я не слышал об этом. Не слышал и не слышал, я же не могу. Ну, русские солдаты это, которые мародерят, забирают, отжимают все, что им хочется, когда хочется и где хочется. При этом зачастую они почти всегда бухие. Я же тоже сейчас говорю правду. Да, пьянство было. Они тупо бухают, а потом с автоматом наперевес начинается изнасилование, начинается грабеж. И им за это ничего нету, потому что русское командование это поощряет. И попытки куда-либо пожаловаться к чему приводят? Лучше не жаловаться. А? Лучше не жаловаться. Проблема. Проблема. Почему проблема? Там я знаю один случай, тоже люди рассказывали. Вот. Даже вот это, то, что я вам рассказывал, когда... Пропали вещи. Да, пропали вещи. Вот на другой день, там хозяйка этого дома пошла пожаловаться там. Там узнала, где комендатура. Пришла пожаловаться. Ну, ей спросили, когда-то все произошло. Она сказала, что это было вчера. Ну, ей сказали, ну, надо было вчера и приходить. Вот она вот так ушла ничем. Ну, я думаю, если... Просто... И что потом с ней было? С ней ничего не было. Ну, я думаю, если бы она была более настойчива, то, наверное, что-то было бы с ней нехорошее. Потерялась бы она? Может быть. А еще какой-то вы случай знали? Не, вот про вот этот случай я и вам и рассказал. Безнаказанность в пьяном угаре позволяет делать все, что угодно. Потому что она пошла жаловаться к русским о том, что другие русские у нее украли деньги и телефоны. Это все равно, что прийти к маньяку и говорить, не убивай меня. Правильно? Да. Что было весной? Весной там уже фирм стало все больше и больше. И начались задержки по зарплате. Не везде, но там многие фирмы начали не выплачивать, задерживать зарплату. А русским выплачивали? Ну, те, которые совместно работали, им тоже задерживали. А что пошло не так? Одинаково. Ну, я не знаю, может быть, жадность директоров этих фирм, может быть, алчность, может быть, наверное, это главная причина. Ну, вот, на одной фирме не заплатили, я пошел на другую, на другой фирме не заплатили. Вы месяц отработали, вам сказали, денег не дадим. Ну, да, там, хотя была договоренность, что там, ну, каждую там две недели, два раза в месяц, там, зарплата аванс, там, ну, кое-где платили раз в неделю. Ну, на деле так не получалось, вот. Ну, и в июне, в июне месяце. Подождите, подождите, важный момент я вспомнил. Там строили какой-то новый район из новых домов? Да. Сколько там домов построили? Там, дело в том, что там таких районов было несколько. Вот. На выезде из города по улице Куприна там строили район, там, ну, наверное, домов 8 там построили. 8? Может быть, больше, как бы, ну, не следил. Да, это были панельные дома, 5, 5 и 9-этажные дома. Много там квартир у них? Ну, можно посчитать, вот, если там, сколько, 5-этажный дом, там, не знаю, там, 3 или 4 подъезда. Ну, квартир по 100, может быть, дома. Короче, херню, сколько они домов уничтожили и сколько построили? Ну, на весну этого года строились дома в разных местах. На весну этого дома, там, ну, домов 20, наверное, и, может быть, больше было построено в общей сложности. На 2 тысячи квартир, грубо говоря. А уничтожили скупание домов? Ну, было разрушено, я думаю, там, больше половины домов, процентов 70, наверное, 60, может быть больше. То есть, несколько тысяч домов уничтожили и построили 20, да? Да. Русский мир. Хороший русский мир? Ничего хорошего в этом нет. Кто жил в этих новых домах? В этих новых домах, ну, сначала начали, в первую очередь, давать жилье, там, МЧСникам, медицинским работникам, ну, людям, которые занимали какие-то там государственные служащие, можно так сказать. Потом начали давать квартиры, тем, которые потеряли полностью жилье, или были разрушены квартиры, или были сожжены. А дома были качественные, или так построены? Ну, там, в домах были проведены коммуникации, ну, люди говорят, что там просто панельные дома, тонкие по стенкам, как бы, и звукоизоляция была плохая. А так, там, ну, под ключ, можно сказать, были. Это была сделана стройка века для картинки по арабзийским телеканалам, когда под нужным углом, с нужного ракурса, можно показать, как будто бы там целый микрорайон строится, а реально там 6 домов. Я правильно говорю? Ну, там площадь была, как бы, большая, там, во дворах еще там делали, там, детские площадки, парковки. Путин приезжал? Да. Когда? Путин приезжал, это было, кажется, весной этого года. То, что приезжал Путин, мы и не знали, он приехал вечером, мы только узнали, это, ну, большинство подавляющее узнал, только в новостях, что он приезжал. Что говорили, Путин был или двойник? Говорили, что это, что было Путин, так говорили. Он приехал, потом показывали в новостях, ну, на машине посетил один из этих районов новостройки, потом заехал еще на несколько объектов в городе и потом уехал. Ну, там, получается, что был несколько часов. Я правильно понимаю, что где-то с мая этого года вы опять начали голодать? Ну, не то, чтобы голодать, но денег, ну, лишних не было, что-то себе позволить. Ну, как бы то, что деньги были, уходили, и все это на продукты питания, на основные продукты питания. Когда вы получили рабзийский паспорт? Я получил в начале января этого года. Вас заставляли это делать? Нет, не заставляли. Я добровольно его получил. Вы могли его не получать? Да, я мог его не получать. Отсутствие или наличие, в чем разница, наличие или отсутствие паспорта? Ну, с российским паспортом можно было найти где-то, получив работу, официально устроиться. Сначала была работа неофициальная, и никто не смотрел на паспорта, на документы. Потом уже начали то там где-то, то там где-то брать на работу. Начинали при наличии российского паспорта. Потом при наличии российского паспорта можно было выехать с Мариуполя и поехать куда-то в другой город, в другой регион. А без паспорта, что выехать нельзя? Без паспорта, ну, наверное, может и можно было там, ну, таможене там проверки и все. Ну, просто, ну, российский паспорт как бы давал какие-то там небольшие бонусы, льготы. Я могу сказать, что создание условий таких, как, типа, ты не проедешь КПП, если у тебя нет паспорта, ты не устроишься на работу, еще, наверное, в больницу нельзя было с другим паспортом прийти? Не, можно было, можно было бы. Ну, я думаю, что в каком-то будущем бы уже бы везде бы на работу брали бы только с российским паспортом. Создание условий, в которых тебя принуждают, по сути. То есть, якобы добровольно, но без паспорта, без вот этой книжечки никому не нужной, которая во всем мире проклята. вынуждает людей получать их. Правильно я говорю? Я думаю, что к этому шло. Потому что там было не так уже мало желающих получить российский паспорт. Были даже очереди. Потому что ты хочешь куда-то... Ты через КПП мог пройти без паспорта? Без паспорта, ну, я никуда не уезжал, но их, как те, которые вот с украинским паспортом, их долго задерживали, проверяли там. Кошмонали, забирали вещи, забирали телефоны. Это то, что он не хочет рассказывать и не будет, да? С российским паспортом можем было без проблемы выехать через КПП проехать. А без паспорта? А без паспорта, ну, были проблемы. Долго держали на КПП. То, что я говорил. Где вы паспорт получали? Я получал паспорт в городе Мариуполь, в Приморском районе. Ну, паспорт, в паспорте было написано, что он был выдан в Ростовской области. Это так у всех было. Ну, он был выдан как бы в Ростове, а его, видать, потом привезли в Мариуполь и выдали в Мариуполь. Прикольно. Он пропечатанный был? Там все печати, что он был действительно официальный. Ну, понятно. Короче, Ростовская область приросла кучей людей, да? Ну, он был выдан в Ростовской области, написано было. А прописка была там Мариупольская стояла. Ну, как старая прописка. Полиция была новая или старая? Ну, вот это я не могу сказать, потому что я с полицией никогда не имел дела. Не знаю, я думаю, что те, кто из старых, кто хотел, наверное, пришел. А, наверное, таких не хватало. Наверное, были и новые. Наверное, может быть, было все вперемешку. Сложно мне сказать на этот вопрос. Сколько вы поменяли работ за это время? До июня? Вот, по сути, за полтора года. Ну, за год. Наверное, где-то около восьми, может быть, десяти работ на меня. На скольки работах вас кинули? Ну, кинули мне где-то, наверное, на четырех, но это было уже последнее время. Я так понимаю, ну, Рашиков не кидали на зарплату, тех, кто был приезжий. Ну, дело в том, что я в последнее время стал работать по здельщине. Вот, а те, которые приехали из России, у них зарплата была выше, они работали, ну, как бы, по временам, да, у них это, ну... Ну, вахты, типа. Да, вахты у них постоянно. Короче, их не кидали, а местных... А вот те, которые были там, работали по здельщине, вот, договаривались там, ну, какой-то объем работы сделать до определенного слова. Мы эту работу выполняли. Пока мы работу выполняли, нам там могли там какой-то там дать какой-то виде аванса денег, чтобы мы не ушли, чтобы закончили работу. Потом мы заканчивали работу, и нам говорили, подождите, подождите, давайте приступите к следующей работе. Мы там потом выплатили, вот, время шло. Второй сорт. Я правильно говорю? Получается так, да. Получается так. Звали в армию? Повестки давали? Повестки не давали, но на телефон, на телефон приходили смс. СМС приходило от Министерства обороны, призывали, ну, приглашали в армию за зарплату. За какую? Ну, обещали 204 тысячи рублей в месяц. Вопросы. Когда это все начиналось, с чего вы не уехали с Мариуполя? На что был расчет? Я не уехал с Мариуполя, потому что я привык жить в Мариуполе. Там у меня дом, я его не хотел бросать. Опять же, потому что, если я брошу дом, его могли смародерить. Вот у меня дом был простенький, никакого богатства у меня не было, но все равно у меня, кроме дома, ничего не было. Я могу утверждать из ваших слов, что все дома и квартиры, которые были пустые, их все разворовали? Я думаю, может быть, не все, где-то соседи присмотрели, но я думаю, большинство, да. Русский мир, твари. И все-таки, как вы попали в армию? Вы же военнопленный? Да, я военнопленный. Вот когда вот начали кидать на деньги, не выплачивая зарплату, было... К тому времени уже перестали давать гуманитарную помощь. Ну, давали гуманитарную помощь только людям пожилого возраста. Я сейчас не помню, то ли там кому за 60, ну, там были там ограничения. И не было, ну, или почти не было денег. Не было денег, не было еды. Да, нет денег, не за что было купить еду. И тогда я откликнулся на вот эту смс-ку. Пришел военкомат. Мне пообещали то, что я не буду находиться в тылу. На какой линии? На пятой? Ну, за линию ничего не говорили. Говорили, что там будешь в тыловой части. За линию ничего не говорили. И пообещали зарплату. Вот так вот я оказался в армии. Это когда было? Когда вас призвали? Это было... Не призвали, когда вы... Это было в июне, а если более точно, 21 числа я подписал бумаги, подписал контракт на год. 21 июня? Июня этого года. Когда вы попали в плен? А в плен я попал почти через месяц, чуть больше. Это было 2 августа. 2 августа. Хорошо. Хорошо. Много там людей изъявили желание воевать? Ну, при мне, кого я видел, немного. Немного? А местное население мобилизовали? Нет, местное население не мобилизовали. Там только кто... Сам хотел. Сам хотел. Кто добровольно. И что местное не трогали? Ну, я не знаю. Я предполагаю, что, может быть, думали, что мы ненадежные, поэтому, может быть. Совершенно верно. Потому что, ну, он сам это сказал. Я как бы про это думал подвести по то, что мобилизовав местное население, ты можешь получить чувака с автоматом у себя в тылу. Правильно? Да, могло быть. Были такие случаи? Я про таких случаев не слышал, но я думаю, поэтому и местное население Донецкой, Запорожской, Херсонской, вот этих всех регионов, насколько я знаю, никого не мобилизовали и никому поездки не давали. Да, потому что ты не знаешь, кто этот чувак и что он может сделать. Может, ты его мобнишь, а он гранату там взорвет в штабе где-то, да? Такой вариант я не исключаю. Сколько вас готовили умирать? Ну, в учебном полигоне три недели, 21 день, на 22 день меня забрали. И как вас натренировали, кем вы стали? Ну, там разве можно за три недели натренировать, там не очень сильно тренировали, ну, такое поверхностное. Там оказание медицинской помощи, инженерное, ну, это как там противопехотные, противотанковые мины, там учили стрелять с автоматов, кидать гранаты. Вот, ну, вот такое вот обучение было. Вот такое обучение. Расскажите, пожалуйста, в какое подразделение вас прикомендировали или где вы служили, назовите его. После поливона меня направили служить 114-я мотострелковая бригада, стрелковый батальон 10-я рота. 10-я рота. И на каком направлении вы воевали? Мы располагались, ну, это Донецкое направление. Мы располагались в Верхнее Торецкое и Синоватского района. Расскажите последние... Давайте так. Сколько в этом подразделении было Рашиков и сколько было таких, как вы? В общем, там, в моей роте, ну, я думаю, ситуация в других ротах была такая же самая. Там была, так сказать, сборная солянка. Было все вперемешку. Были и мобилизованы, были и добровольцы, были и Среднация, были и Шторм-Зет. Это заключение. Сколько было добровольцев, таких, как вы, у которых был начально нормальный паспорт украинский, а потом стал... Ну, в моей роте я был один такой. В основном были россияне. Тенденция пока очень, ну, лично мне нравится. Ну, короче, мы еще поговорим. Не получается у них, это хорошо. Но создание условий, когда ты голодаешь, когда у тебя нету работы, и за последних, там, три месяца тебя кинули четыре раза, я же правильно говорю? Да. Когда ты, по сути, перед выбором или пойти где-то мародерить и грабить, думали про это? Я всю жизнь честно работал, я не могу так грабить и мародерить. Честно работал? Ну, зарабатывал на жизнь с работой. Ну, я не могу, я воровать. Убивать за деньги, это честная работа? Я... Не-не-не, я спросил именно так, как спросил. Нет, нет, это не честная работа. На хрена ты мне рассказываешь про честную работу? Я имею в виду, что... Тебя русский мир кидал на бабки? Тебя русский мир заставил пойти взять автомат? И ты пошёл с автоматом убивать своих в прошлом, слава Богу? Земляков? Честная работа. Я сожалею очень сильно об этом. Там мне, и думаю, зрителям, которые это будут смотреть, напишите в комментариях, что нужно с этим, как ваше мнение. Что нужно делать с такими предателями, в прямом смысле. Вы предатель? Да. Неожиданно. Я обычно спрашивал, когда тут кто-то сидит из Рашика, я спрашивал у оккупанта, и там вариантов типа, я не оккупант. Я в чистом виде предатель. Я думаю, что вы получите уголовные сроки, будете отбывать его. Русский мир создаёт условия, при которых выбора нет. Вначале по-любому получи паспорт, потому что без бумажки этой ты никто. А потом тебя кинут на бабки, и у тебя будет вариант. Либо идти грабить, мародёрить, либо пойти всё-таки воевать. Поэтому расскажите последний день в составе вторгнувшей армии, которая вторглась. Да, вот такая формулировка. Свой последний день, да? Ну... Как всё произошло, как я попал в плен. Как в плен попали, да. Ну, или если там вас на позиции раньше вывели, то мы были на позициях столько-то дней. После того, как я был... Ну, меня направили в расположение, через неделю нас послали штурмовать. Нас вывезли, подвезли в какой-то расстоянии на автобусе. Это когда была какая дата? Это было 1 августа. 1 августа. Сколько человек привезли? У нас было человек... В автобусе было там человек 10. Остальные там шли как-то свои дороги, подтянулись. Нас привезли. Мы потом километров 6 еще шли по посадкам. Это в десятером вот это? Да. Ну, это уже дело было к вечеру. 1 числа. 1 числа, да. Потом там мы собрались. Там еще подошли из других. Ну, там уже человек 15, наверное, было. Там были из других или род, или не знаю, кто там был. Там несколько рыбовцев. Там было. И мы посадки там заночевали. Утром начало 5-го утра. Нас поделили по небольшим группам. Там по 3-4 человека. И, ну, старшим группам сказали, куда идти. Нам была... Там, в которой группе я был, у нас было 3 человека. Нас направили, сказали идти до следующей посадки. Ну, она как бы была перпендикулярно. Это было метров 700. Ну, и сказали назад, не отступать, не возвращаться идти только вперед. Назад только может там 300 и там и все. Про плен что говорили? Про плен, про плен говорили, что очень не сдавайтесь, что там жестокое отношение. Ну, и дальше. Вот, ну, и мы пошли... Ну, мы пошли вдоль посадки. Там рядом было поле, трава. По посадке мы побоялись идти, потому что подумали, там может быть и заминирована. Ну, там растяжка, там что-то еще будет находиться. И мы пошли вдоль посадки. Потом какое-то расстояние прошли. Потом все-таки свернули в посадку. Пошли третий наш с группы, который был поопытнее. Он потихонечку отставал, отставал. Потом его не стало видно. И мы остались вдвоем. А где он делался? Ну, мы его там окликнули, он молчал. Отстал, а может просто прекратил идти с нами. И потом уже мы, когда почти подошли к посадке, там уже деревья закончились, там была высокая трава, мы услышали аптечку, жужжание аптечки. Мы как бы легли в эту траву, спрятались, лежали, ну, там я не знаю, сколько прошло времени, может быть 20 минут, может быть 30 минут. Потом стали слышны взрывы минометов у нас за спиной. Начали работать украинские минометы. Мы не знали, что у нас впереди, где украинские военнослужащие, где наши, где что. Ваши? Ну, российские я имею ввиду. Другие группы нам не сказали, куда они пойти. Где оккупанты? Ну, да правильно я говорю. Да, хотели определиться, понять ситуацию. Потом, через какое-то время, услышали шаги, что кто-то идет. Вот, вот этот мой товарищ, с которым мы были, крикнул, свои, свои, там нам ответили на русском языке, кто, кто свои, пароль. Вот это, ну, то, что продолжал в русский язык, ввел заблуждение. Мы сказали пароль и по нам открыли огонь и бросили гранату. Я получил тяжелые ранения, полевое ранение и от гранаты осколка у меня тоже получил ранения осколочные. Ну, начал терять сознание, вот так вот я оказался в плену. Оказался в плену. А напарник? Напарник тоже, у него было тоже ранение, ранение руки. Мы вместе с ним оказались в плену. Он тоже в плену? Да. Кто победит? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Я хотел бы, чтобы побыстрее закончилась эта, не нужна никому война. В любой войне есть победитель. Как ты думаешь, кто победит? Ответа ты, безусловно, не знаешь. Да, я не знаю. Ну, как ты думаешь, предполагаешь? Честно, я не знаю, кто победит. Я хотел бы, чтобы она быстрее закончилась. Мы... Ну, он не помнит номер телефона. Поэтому, если кто-то знает его контакты, взросленика увидит, напишите, напишите мне. По традиции у нас военнопленный обращается к своим землякам. Именно такая формулировка. С призывом. Воевать, не воевать. Идти, не идти. Если хочет. Если не хочет, то не обращается. Земляки, я жалею то, что я пошел воевать. Я... Выбор, конечно, каждого. Делает каждый свой. Я бы не советовал вам идти воевать. Вот, все, что я хочу сказать. Сожалею. А нет желания попросить прощения? Да. Я не... Ну, я не... Вот, мне просто... Знаешь, что меня возмущает? Ну, я себя сдерживаю. Но возмущает меня, по сути, следующая история. На зов встали, были герои, которые воевали за такого, как ты. В том числе. Они герои? Да, они герои. Они там жили, делили еду. Голодали. У них не было медицинской помощи. Они воевали за свободу. Ты же в чистом виде предатель. Ты пустил этот русский мир, который вначале твой город, в котором ты родился, уничтожил. Потом для картинки построили несчастных 20 домов, куда привезли этого. Этого, вот так вот, этого царя. Записали сюжетик. Рашики тебя. Чей паспорт ты получил. Тянули на зарплаты, на деньги. Ты голодал. В нищете, по сути. Ну, я понимаю, что ты бомжевал. И тебя заставили пойти на войну. Именно заставили. Ему создали такие условия, при которых у него тупо не было выбора. Я правильно говорю? Но ты все равно от этого не становишься непредателем. И поэтому у меня, и это, наверное, впервые, это реально впервые. Напишите в комментариях, пожалуйста. Когда я прошу, ну, не прошу, намекаю на то, что, может, нужно прощение попросить. Потому что, потому что. Если хочешь. Ну, я прошу прощения за то, что взял в руки оружие и пошел воевать против своих бывших граждан. Я был неправ, я сожалею об этом. Ставим лайк, делимся видео, подписываемся. Все, что всегда забываю это сказать. Такая беседа получилась. По сути, это первый представитель. Назовем это так. Доброволец, который пошел добровольно за бабки, чтобы не сдохнуть с голоду в этом русском мире на своих бывших земляков. Отвечу на вопрос какой-нибудь, если есть. Нет, у меня нет вопросов. Нет? Ну, такая история. А можно попробовать еще раз позвонить? Я хочу, ну, я говорю... Мне кажется, я в этом моменте мог ошибиться. Какой? Сначала, да? Сейчас. Говори. Плюс семь. Возможно, я здесь ошибся. Что будет с собой дальше? Я хотел бы, я прошу, чтобы меня обменяли на кого-нибудь из ваших пленов. Нету такого номера. Тоже нет. Сейчас, подожди. А может попробовать в WhatsApp появится? Так я же в WhatsApp и смотрю. Или в Телеграме. Обменяли? Да. В Телеграме я сейчас смотрю. А можно вас Димой называть? Да мне все равно. Дима, вы обещали, говорили, что мне это интервью, впоследствии для меня, ну, не будет никаких. Что значит, я обещал? Ну, я понял. Ну, вы говорили, что мне вреда не будет от этого интервью, то, что я дам согласие. Меня можно обменять на украинских военнопленных? Такой, а ко мне какой вопрос? Не, ну, вы говорили то, что меня посадят. Я хотел бы, чтобы меня обменяли. Я обещаю, я оружие никогда не возьму. Смотрите, это не ко мне разговор. Это разговор не ко мне. Ну, я пойму, это вы просто на видео так сказали, да? Нет, я думаю, что реально тебя посадят. Нельзя меня обменять на... Да я же не решаю эти вопросы. Может быть, обменяют, может быть и нет. Как правило, не меняют таких. Тебя должны запросить с той стороны. Первым этапом, чтобы тебя запросили, про тебя надо узнать. Ну, я телефона больше не могу. Ну, нету никого. Статья 111, я тебя что-то говорит? Да, мне следователь ССБУ сказал то, что статья 111. А ты уже говорил со следователем? Ну, он когда в госпитале лежал... Ну, так тебя посадят. Он приходил. Он говорил, что когда будет суд по виде конференции, может быть, это всё формально, он говорит, что он не переживает, просто тебя дадут. Ну, тебе что обменяют на... Ну, на педро пленного вашего военнослужащего. А ты хочешь назад? Да, я хочу назад вернуться. Ты выживешь ещё 10 месяцев? 10 месяцев. Я буду всеми силами, я не буду больше слушать. Чувак, хоть ты старше меня. У меня пуля в груди. Да это никого вообще не волнует. Я уже даже что-то сделаю или украду, чтобы меня там опосадили. И пойдёшь в Шторм-Зет. Тебя не отпустят. Ручки есть, ножки есть, автомат в ручке. Ты сидишь с чуваками, которые тебе могут рассказать, каких из госпиталя. Два дня назад была операция, приезжают командиры из госпиталя, забирают своих и ставят прямо в перевязанном состоянии в окоп. Поэтому я тебе задам вопрос. Ты выживешь 10 месяцев? А сейчас тебя отправят? Угадай, в какой батальон? Штрафбат. А в Штрафбате кто воюет? Отказники? Из-за этих. И что делает ваш Штрафбат? На мясо пускать его. Поэтому после обмена ты умрёшь. Я буду всё делать, возможно, чтобы не продолжить службу. Всё, что от меня у вас есть. Что ты сделаешь? Буду на здоровье. У меня пробито лёгкое поле. Это никого не волнует. Ты видел чувака без пальцев? Так что рассказывай, ты можешь на него посмотреть. У него пальцев нету ни одного. 20 штук. Такой может воевать? Конечно нет. Оказывается, это шум может. Вообще. И как ты думаешь, тебя после того, что ты видел в плену, можно отпустить назад? За забор? Который расскажет, что в плену тебя лечили. Тебя же лечили. Лечили. Что тебе не отрезали ничего. Зачем такой кладезь информации? Ну, а с другой стороны, другие военнослужащие, может, они не так будут бояться в плен. С другой стороны, ты предатель. Ты там никогда не будешь своим. Потому что ты предатель. Ты понимаешь глубину этого слова? А после плена ты еще знаешь, в какую категорию дополнительную? В какую? Склонен к измене. Ты один раз предал? Один раз ты предал. Ты в армии служил до этого? Да, в 1994 году. Присягу читал? Расписывался, конечно. Какому народу ты присягал? Народу Украины. Сейчас ты присягу принимал? Ну, не зачитывал. Я какие-то бумаги подписывал. Скорее всего, я присягу подписывал. Два раза можно присягать? Нет. Наверное, нет. Измена родине. Штампик. Раз. Склонен к предательству. Потому что ты тупо предал. Это как бы два. Ты никогда не будешь нигде работать. Там, в Рабзии. Знаешь почему? Почему? Потому что у тебя штампики эти все будут стоять. Ну, где-то на стройке. Да. Ну, где-то на стройке шабашить там. Может, неофициально там. Да, будешь выживать. Будешь бомжом русского мира. Но после 10-ти месячного забега в штрафбате. За спиной у тебя будут стоять кто по Марику ездит. Красивые такие, с бородами. Ахмат вы имеете. Ахмат Чай. Да, вот эти. Они будут стоять в заградотряде. Если ты по*** вместо ураза назад, они тебя по***. Поэтому мне чисто для себя интересно. Обмены я ими не занимаюсь. Обменами занимаются военные. Ты тут нахрен не надо. Задача военных отдать тебя и забрать нашего защитника. В идеале азовца, который за тебя воевал. Ты тут нахрен не надо. Понимаешь? А там ты нужен как мясо. Понимаешь? Поэтому тебе нужно думать и отвечать на один интересный вопрос. Сможешь ли ты выжить в 10-ти месячном забеге и дожить до конца? Наверное не смогу. Наверное. Не знаю. Я постараюсь, чтобы этого забега не было. Кто победит в войне? Я так понимаю, на камеру ты не хотел говорить? Ну я честно не знаю. Да конечно. Что происходит? Киев за 3 дня и 1,5 года. Что не так пошло? Не хватило силенов, значит. Трапоганда была. Только умные знаешь, что делают? Занимают сторону сильных. У тебя и тут ума не хватило. А можно я еще раз попробовать? Одну цифру. И можешь все-таки в другом месте вот как-то. Давай. Я понимаю, что вам со своим номером еще попытаться. Плюс 7, 900. А, подожди. Сейчас я пристал. Нет, это не вам. Ему там 60. Он военный? Нет, он не военный, он никогда не воевал. Значит, это точно не тот номер, потому что по номеру 6 вот это тот чувак. Нет, нет, это не у него, потому что 62 или 63 года. Тогда это 100% не тот. Спасибо за попытку помочь мне связаться. Стой. Стой, да. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.